На предыдущих уроках вы уже научились выполнять умножение и деление смешанных дробей. Для смешанных дробей справедливо всеизвестное вам свойство умножения. Переместительное свойство умножения. От перемены мест множителей произведение не меняется. Множителей может быть больше, чем 2. С применением этого закона вычисления значения выражения получаются проще. Например, перемножим 5,25, 1,2123 и 1,19. Для выполнения умножения смешанной дроби переведем в неправильные. Получается 27,5 умножить на 44,23 и умножить на 10,9. Можно заметить, что при умножении 27,5 на 10,9 числители и знаменатели обеих дробей сокращаются, и дальнейшее умножение будет производиться уже с меньшими числами. Следующее свойство – это распределительное свойство умножения относительно сложения. Произведение суммы нескольких чисел равно сумме произведений каждого слагаемого на это число и распределительное свойство умножения относительно вычитания. Чтобы умножить разность на число, можно умножить на это число, отдельно уменьшаемое и вычитаемое, а затем из первого произведения вычесть второе. Оба свойства способствуют упрощению вычислений, уменьшению количества действий. Найдем значение выражения. Из произведения 9,3 и 2,5 вычтем произведение 2,5 и 7,3. В этом выражении распределительное свойство умножения относительно вычитания применяется справа налево. В каждом произведении есть одинаковый множитель 2,5. Его мы вынесем за скобку, а в скобках останется разность оставшихся множителей 9,3 и 7,3. Разность в скобках находится очень легко. Так как смешанные дроби имеют одинаковые дробные части, она равна 2. 2 умножаем на 2,5. Умножаем на 2 целую часть и прибавляем числитель дробной части. Получается 4,10. Неправильную дробь преобразовываем в смешанную. Конечный ответ 5,3. Решим задачу. Найдите периметр прямоугольника площадью 13,3 см2, если его длина равна 5,3 см. Составим краткую запись к задаче. Нам известны длина и площадь прямоугольника, нужно найти его периметр. Периметр прямоугольника – это сумма длин всех его сторон. Противоположные стороны прямоугольника попарно равны. Две его стороны будут по 5,3 см. Нужно найти две другие стороны прямоугольника. Нам известна длина прямоугольника, нужно найти его ширину. Так как площадь прямоугольника находится как длина, умноженная на ширину, то ширину, как неизвестный множитель, можно найти, разделив площадь на длину. Разделим 13,3 на 5,3. Преобразуем смешанные дроби в неправильные. 68,5 разделить на 28,5. Деление заменим умножением и дробь делителя перевернем. 68,5 умножить на 5,28. 68 и 28 сократим на 4, пятерки сократим на 5, получается 17,7. Преобразуем в смешанную дробь. 2,3 см ширина прямоугольника. Чтобы найти периметр, сложим длины четырех сторон прямоугольника. Так как стороны попарно равны, то сложение двух одинаковых сторон можно заменить умножением на 2. Произведение 5,3 и 2 сложить с произведением 2,3 и 2. В каждом произведении есть одинаковый множитель 2. Его по распределительному свойству умножения можно вынести за скобку. Получается, сумму 5,3 и 2,3 надо умножить на 2. Сумма в скобках равна 8,135. Умножим на 2 отдельно целую и дробные части. Получается 16,235. Запишем ответ. Периметр прямоугольника равен 16,235. Сегодня мы вспомнили правила умножения и деления смешанных дробей. Рассмотрели применение свойств умножения к смешанным дробям при решении выражений и задач. Продолжение следует... Продолжение следует...